Привет всем, я Лидия, и сегодня, как всегда, по настоятельной просьбе моей дочери Дашеньки, я снимаю видео не более, не менее, как о смертной казни. Смертная казнь, как высшая мера наказания по Уголовному кодексу Российской Федерации. Ну, всем известно, что в 90-х годах Россия, после распада СССР, вступая в Европейское сообщество, это ТНН, дабы равняться на Запад, как мы всегда туда озираемся, ввело мораторий, то есть запрет на смертную казнь. И с тех пор, хотя в Уголовном кодексе во многих статьях о тягчайших преступлениях, эта мера наказания остается, то есть высшая мера наказания смертная казнь через расстрел. Это мера, к этой мере, так сказать, приговором суда тот или иной осужденный приговаривается, приговорит к смертной казни, но заменить оную на, так сказать, пожизненное тюремное заключение. И поэтому с тех пор организованы пара-тройка колоний таких специальных, где бывают наказания только те, кому заменена смертная казнь, кому определена вот это вот мера наказания, пожизненное тюремное заключение. Соответственно, и отбывание, режим отбывания в таких колониях уже значен до невероятности, я так слышала, по крайней мере. Особо об этом, конечно, не распространяется, но тем не менее. И вот, что натолкнуло, так сказать, на эту видеосъемку, мы смотрели фильм, и там отклонялось, значит, был человек, ну в Америке, правда, был приговорен к смертной казни, там, как вы знаете, электрический стул, или в иных штатах через отравление, через введение в организм отравляющих бустодействующих веществ, то после многочисленных апелляций, нескольких апелляций осужденного о том, что он невиновен, что отменили приговор, ну, соответственно, и смертную казнь, и вот очередная апелляция окончательная уже, так сказать, оставлена без удовлетворения, и суд провозгласил привести в исполнение вот этот смертный приговор через трое суток. Вот это да. Сильно я удивилась, даже говорю, о, нифига себе, я как вспомнил, как у нас в Советском Союзе вот это вот мера наказания исполнялась, мне отры просто берет, даже, о, сними, 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 сними об этом. Ну, я говорю, в общем-то, сейчас не актуально, коль смертной казни нет, но тем не менее, вот, идя на встречу и пожелание, так сказать, говорю об этом. Я, как уже говорила ранее в своих видео, в моей практике за 30 лет был вынесен один смертный приговор, это братья Крыловы, старшему Крылову Анатолию, вот, и была применена смертная казнь за совершение шести убийств на территории разных регионов России, в том числе, естественно, и у нас тоже, в Хакасии, соответственно, я и паровозом шла, то есть я руководила следственной группой, расследованием всех вот этих вот, соединяла все дела в одно производство, и рассматривала дело наш Хакасский суд подсудности. Так вот, я хочу сказать, что, как я уже и рассказывала, когда об этом деле, старший Крылов, конечно, отморозок тот еще. Он 11 лет без выхода, так сказать, отбывал наказание в местах лишения свободы, причем вначале был осужден, там, положим, 4,5 или 5 лет, типа хулиганства во второй или третьей части, и там же в колонии, будучи совершенно не управляя, ну, психопат чистейшей воды, он еще был трижды осужден, так сказать, и сроки эти соединялись, поглощались в концовке вот в 11 лет. Конечно, отбывание в местах лишения свободы никому ни психического душевного, ни физического здоровья, но никак не прибавляет. И, естественно, вот, выйдя из тех мест лишения свободы, в Иркутской области проживая, когда он приехал, младшего братца он его боготворил, вот этими своими выходками и прочими делами, тому было где-то 21, наверное, года старше ему было лет, 28 по 30, и вот он склонил братца, и тут с удовольствием, значит, измывался над беззащитными гражданами, которых вот они убивали, рубили, душили, залудевали автомашиной, немножечко проехали, бросали ее, сжигали либо как-то, и потом следующий убийца. Ну, совершенно непонятный образ действий и вообще. Так вот, значит, будучи задержанными, когда его этапировали всегда в Хакасино, заряжали его на Сибирске после очередного убийства на Сибирской области, здесь он уж как только не склонялся, он и меня, так сказать, склонял его к концовке, что вот, Лея Федоровна, подумайте о себе, подумайте о ребенке, вот помогите мне сбежать отсюда и заговорить, а я с ума сошел, что ли, Доля, как это себе представляешь? А так, у вас же пистолет есть, ну, есть, ну, вот с пистолетом, как будто вы скажете, что я вас отобрал и вам угрожал, и всяко-разно, ну, в общем, всякий бред нес. Устраивал там такие беспорядки, вплоть до того, что выламывал, разламывал эти нары, там, вот эти металлические уголки, затачивал вот эти заточки, мы изымали, заточка вот такая, вот, наверное, меня две может насквозь проткнуть, своевременно как-то удавалось все это изымать, лампочки отбивал там, воду, потопу учинял, ну, это кошмар, как только Крылова привозили из тюрьмы, из СИЗО, из Минусинского ВВС, то все на ушах стояли буквально, а я вынуждена была с ним работать один на один, таковы были его условия, охраны, чтобы никакой, даже близко, иначе, который сейчас даже не скажу не только что чего-то, а показания ему были необходимы, поскольку нужно было детализировать буквально его роль, его роль брата, и все детали преступлений, куда, чего и как, и так далее и тому подобное, с тем, чтобы потом их проверять и собирать доказательства полные. Потом на него напала блажь, в силу безысходности, так сказать, и всего на свете, он начал вешаться. Он и в СИЗО его там несколько раз из петли, ну, примерно так вешался, он и здесь тоже учнял, на такого же рода, то есть явно какие-то попытки суицида, то ли, так сказать, искренне, будто бы раскаялся, ха-ха, три ха-ха даже. И тем не менее, вот несколько таких попыток у него было, и казалось бы, казалось бы, что когда приговор был ему вынесен, то есть высшая мера наказания, смертная казнь, вот тут-то ему жить-то сильно захотелось. Ну, и апелляция, естественно, и потом порядки надзора, когда Верховный суд Российской Федерации отклонил апелляцию, и в порядке надзора, значит, и потом он в Верховный совет, это уже последняя инстанция, обратился за помилованием и так далее. Так вот, начну про все с момента вынесения приговора, вынесения приговора, и до исполнения ОНОВА прошло, не много, не мало, знаете ли, не трое суток, а три года. Три года мне нервы мотал. И Верховный суд, и Верховный совет, как только дело поступало по апелляции либо в порядке надзора, или за помилованием, тоже, значит, летели бумаги ежедневные, вот с таким огромным-огромадным списком. Что еще требуется? Хотя, казалось бы, я, ну, по смертным, так сказать, делам, как мы говорим, там нужно характеризующий материал собирать с момента рождения, с детского сада, и далее характеристики со всех мест работы, школы, и детсада, допросы родственников, близких, знакомых, и соседей, и милиции, там, участковые, и массы, там уж все. То есть, в предыдущий материал должен быть от и до собран, ну, не говоря уже о комплексной психолого-психиатрической экспертизе, и так далее, и тому подобное. Вот, я уж не говорю о доказательствах, чтобы они были настолько железобетонные, что ничто под сомнение не должно попасть, ничто, абсолютно. Иначе, как я уже говорила, если вот по договору делам, когда по многоэпизодным убийствам, ну, я говорю об убийствах, потому что высшемер наказания предусмотрено уголовным кодексом и не только по этой убийствам с течающими обстоятельствами, статья 105, часть 2, но и по другим. Это и государственная измена, это раньше было и хищение в особо крупных размерах, это и о валютных операциях, когда в свое время он действовал, нарушение правил валютных операций там тоже было предусмотрено, ну, изнасилование, понятно, притечающих, сопряженных там с убийством, и так далее, и тому подобное. Воинские преступления некоторые, таких вот статей со смертной казнью было достаточно много. Вот, и поэтому, говорю, что если даже многоэпизодное убийство, бандитизм, либо еще что-то, казалось бы, подпадает, должны бы, должны бы его расстрелять. Но, но, какие-то неувязки с доказательствами имеются в виду, они как бы есть, вроде как и достаточно, как закон этого требует, но, вот, какие-то вот сомнения, что невозможно еще проверить, то есть исчерпаны уже источники получения доказательств, уже больше ничего не сделаешь, вот исходя из того, что вот собрано, что есть. И какие-то, значит, сомнения, вот как бы что-то не вышло, вот у нас так, он сидит и взирает за, это я или не я, и вообще, весьма и весьма осторожно, а по делам на смертной казни так и вовсе тут из себя выходит. Поэтому, я не знаю, достоверно читала о том, что якобы по делу Чикатило было несколько человек расстреляно, и я вот, учитывая свой опыт исполнения приговора, мне бы это как-то слабоверится. Может быть, единственное, могло быть так, что те люди были задержаны, и дела расследовались о ряде убийств, не связанные с теми, которые Чикатило совершил, вот, а потом уже какие-то, может, признаки, ну, типа вот маньяки, когда у них почек один и тот же, там, объект, метод, ну, и так далее, и то подобное. Возможно, что ты подходила, возможно, что ты попала в орбиту, и я полагаю, что если расстреляли, то за те убийства, которые они лично совершили, без учета даже, так сказать, от этих Чикатильских, чужих, будем так говорить, возможно, бывает такое, но у меня, правда, такого не было. Вот, и поэтому, вот, учитывая свой опыт, что меня за три года просто затеризировали Верховный суд и Верховный совет, и требовали, и требовали еще, и еще различные родные характеристики, и все, и нас, и дети, ой, ну, оно, конечно, исходя из того, как я иначе говорил, незабвенны, что лучше, так сказать, десять, вернее, одного, так сказать, виновного отпустить, чем десять виновных расстрелять. Тем более, что, конечно же, осторожность здесь оправдана, потому что необратимо, необратимо пригодливается в исполнение, и ничего уже поделать нельзя будет, потом тебя и реабилитируют, даже если и бывало по делам 30-х годов и так далее, ничего поделать уже нельзя. И вот жалился сильно этот Крылов до последнего, то есть он исчерпал все свои возможности, они сразу переводятся подобного рода приговоренных от смертной казни, ну, переводились, по крайней мере, в одиночную камеру, вот, в Красноярск, в тюрьму Ленинсинского, и вот три года в одиночной камере, конечно, тут можно тронуться запросто умом, и содержание соответствующее, вот так вот. Так вот, вопрос-то в чем? За смертную казнь или против? Ну, как водится, ведь еще и сперва было бытно общинного строя, и, бог знает, слаборазм, вот этих вот государств, где еще родовые племенные отношения, сохранение, там типа в Африке или в Южной Америке, где-то далеко-далеко от джунглях. Смерть, как наказание, так сказать, за какую-то правильность, она была всегда, всегда она была. Это, конечно, чекчайше, это действительно высшая мера наказания. Но у других, например, народов и племен, вот у славян, к примеру, за какую-то правильность, такую существенную против рода, этот человек просто изгонялся из рода, и это было невыносимо, он изгонялся, его нигде не принимали. Все, ты изгори, и ты будешь скитаться всю жизнь, вряд ли выживешь, и это было страшно, этого все, конечно, опасались. Ну, тем не менее, вот, смертная камень была, и из библейских времен, ведь именно там, око за око, зуб за зуб, и как бы это должно быть нормально, коль того отобрали жизнь, значит, и виновного, кто отобрал, тоже следовало бы поступить с ним так же. Но тем не менее, психологи говорят, и различные там политологи, философы, что это неправильно, что это противно природе человеческой, божеской, потому что только Богу, так сказать, положено вершить свое правосудие в соответствии с тяжестью содеянного, а уж никак не людям, потому что все люди как бы грешные, и нет ни одного, кто без греха, и даже смертного, есть и заповеди, первое из них не убей, и так далее, и тому подобное. Вот, и говорят, что, так сказать, жестокость порождает жестокость, что толку от этого никакого нет. Ну, я-то исхожу из того, что наказание, особенно, например, я уж не говорю о смертной казни, я говорю, например, о лишении свободы. Наказывать, конечно, надо, и это предусмотрено во всех странах, и развитых, и слабо развитых, и совсем не развитых. Безусловно, предусмотрено законом наказания в соответствии с тяжестью содеянного. Вот как-то вот интересно-то получается, вот глядя вот куда, вот туда или сюда, вот как мы определим тяжесть? Конечно, например, убийство с тягчайшими обстоятельствами, тягчайшие преступления, да. И как вот смертное казание? Ну, вот, к примеру, лишение свободы, например, и разбег такой от 5 до 15 лет. Вот это да, вот это да. А в местах лишения свободы там не только день, час лишний, он играет значительную роль. То есть невыносимо отбывает даже лишний час, не говоря уже о годах, о годах и годах. И вот, значит, вот такой разбег, как выбрать в соответствии. Конечно, учитывается, законы к этому обязывают, отягчающие, смягчающие обстоятельства данной личности, потерпевшим и так далее и тому подобное. Все это, конечно, суд учитывает в той или ином мере. Ой, ну, вот как бы вот, не знаю, не знаю. Тут, так сказать, они руководствуются и своим искренним убеждением, и своими, я уж не знаю, почему в одном случае 5, а в другом 15. Тут как-то интересно. Вот, и, как я уже говорила, что наказывать, конечно, надо, и лишение свободы одной, и жесточайших наказаний. Но, увы и вы, как бы, закон говорит о том, что наказание преследует, прежде всего, не только, так сказать, справедливости, и чувство справедливости, но и оно должно исправлять осуждения. Но, извините, ни одного не видела исправленного, который отбывал наказание в местах лишения свободы. Ни одного. Это заболевание туберкулезом, но сейчас может быть поменьше, а раньше это почти сплошь, это бич божий, это сломанная жизнь, это исковерканная психика, душевная и прочее. То есть, либо по новой идут туда, ну, не знаю. По крайней мере, исправлению наказания, ну, никак не способствует. Но наказывать-то надо, всё равно. И здесь мы исходим, например, и из того, от пожеланий, мы будем так говорить, потерпевших. Ой, знаете, вот потерпевшие, вот когда тебя лично это не коснётся, ты можешь рассуждать о высоких материях, так сказать, вот за смертную казнь, нет, сколько, и куда сидеть там ему, этому человеку, будь он трижды виновен. Но, вот, чувства потерпевших всегда были таковы, малейшее даже, даже не тяжкое преступление, неосторожное. Ну, например, возьмём нарушение правил дорожного движения, повлиящее смерть потерпевшего. Это, кстати, одно-двух бывает и большее. Это неосторожное преступление, то есть оно умышлено только по соблюдению правил дорожного движения, то есть ты знаешь, что ты нарушаешь, пошёл на вгон там, либо не остановился перед препятствием, не снизил скоростью и так далее. Вот, а к последствиям неосторожное, то есть ты не должен был, ну, вернее, не мог, но должен был предвидеть, что эти нарушения повлекут. Казалось бы, неосторожное преступление, и меры наказания, конечно, даже не предусматривают смертную казнь по этой статье. Но те, кто попадал в такого рода ситуации, представители потерпевших погибших, родственники, сплошь и рядом требуют смертную казнь. Мне плевать, что не предусматривают, расстрелять, вывезти во двор немедленно и расстрелять. Вот сейчас же, вот сию секунду. Вот таковы. Надо сказать, что и поведение судей, как бы они беспристрастны не должны быть, но, но, когда это коснётся их лично, поведение их, вот, знаете, на 180 градусов меняется. Я вспоминаю судью, женщину-судья, которая весьма лояльна, так сказать, ну, такие сроки наказания, например, по кражам, грабежам, разбоям. Ну, как бы, не то, что не женишь, но тут, так это немножечко, с учётом обстоятельств, могло быть и поболее, должна сказать. Особенно, что касается разбойных нападений, то есть применением оружия, т.д. и т.п. И вот её ограбили, знаете ли, в тёмном переулке, когда шла, её ограбили. Посмели, ну, не знали, конечно, что судья ограбили, но и всё тут. Задержали их потом, дело в суд передали, всё. После этого эта судья стала судить по всей строгости нашего советского закона. Уже чуть ли не максимум, будь то там золотое, серебряное и весь себе положительное. Вот столько и всё. Ну и как-то люди, я не знаю, вот когда это тебя не касается, помните и в книгах, и в фильмах, средние века, то есть когда публичные казни эти были, и народ валил туда, как в театр, то есть для развлечений, улюлюкали там. То есть со страданием, как бы, народ людской милосердия, ну, никак не озабоченный и не страдает, и спокон веков. Ну вот и всё, что я хотела сказать, наверное. А, моё личное мнение. Моё личное мнение, хотя меня как-то это не касалось особо, ну, то есть совершение преступления подобного рода, меня, моей семьи, моих близких, но я за. Я за смертную казнь всё-таки. Хотя, казалось бы, пожизненное заключение это гораздо более тяжко, в нём так, какая-никакая, извините, жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok